Есть стартапы-зомби, которые ходят из акселератора в акселератор, одни и те же ребята. И ты видишь, как продавцы кому-то звонят, там ребята кодят, там маркетолог что-то делает, дизайнер рисует. И ты понимаешь, что ты создал жизнь. Привет, я Юра Агеев, и это специальный выпуск подкаста Make Sense. Вместе с онлайн-магистратурой управления цифровым продуктом. От высшей школы экономики и нентологии мы запускаем подкаст-сериал, в котором послушаем истории трёх героев, которые откровенно поделятся своими карьерными путями, которые привели их в менеджмент продуктов, а затем и к текущим позициям. С чего они начинали, какие препятствия им пришлось пройти, какие были успехи и провалы, и что за уроки они выучили. И сегодня мой собеседник Сергей Паращенко. Вместе с Сергеем мы разберём его историю попадания в менеджмент продуктов. Попробуем понять, даёт ли предпринимательский опыт преимущество, и обсудим, как изучение продуктовых методик и прокачивание насмотренности ускоряют профессиональный рост. Поговорим о том, почему менеджмент продуктов – это сложно, и не для всех. Почему важно уметь говорить «нет» и понимать, что никто на самом деле не знает, как нужно делать. И ещё обсудим важность способностей делать первый шаг, и при этом иметь смелость перестать что-то делать. Сергей, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Сергей, я руковожу Центром развития продуктовой культуры в МТС, занимаюсь всеми продуктовыми командами, всеми продуктами, всеми продуктами, провожу ревью продуктового портфеля, выстраиваю процессы discovery, процессы delivery, разные культурные мероприятия вдогонку для создания атмосферы в целом продуктовой культуры в организации. Но так вкратце. Давай начнем сразу тогда с интригующей темы. В интернете пишут много разных вещей. Одна из таких вещей – это продукты не нужны. А другая вещь – продукты – это очень классная профессия, и они очень нужны. Два таких понимания. Понятно, что первого гораздо меньше того, что продукты не нужны, гораздо больше того, что продукты – это классно, продукты – это интересно. И мы последние несколько лет, ну, с 16-го, прям активно, популярность профессии летит. И мы с тобой вот недавно обсуждали, что, а вот, может быть, все-таки и не стоит туда идти. Не то, чтобы они не нужны, но, может быть, и хайпа слишком много. Ну, я думаю, что на самом деле хайп уже спадает. На мой взгляд, есть высокий риск оттока немножко назад, потому что действительно несколько лет было очень много ожиданий от этой роли, от этих людей, и очень много ресурсов потрачено в надежде на то, что вот придет продукт, он нас всех спасет. Ожидания у компании, да? Ожидания у компании, да, и у инвесторов зачастую тоже, да, у фаундеров, которые, как бы, будучи SEO-организацией, именно там надоедают заниматься продуктом, они хотят куда-то там уйти в облака и хотят нанять какого-то человека, делегировать ему историю развития продукта и спокойно курить бамбук на Бали, да. И такие истории тоже есть. На самом деле ожиданий от этих людей очень много, они как-то зачастую не подтверждаются. А не подтверждаются они, на самом-то деле, по очень простой причине. То, что так как профессия хайповая, туда действительно идут много разных людей с разным майнсетом, которые, на самом-то деле, для этой роли не очень подходят. Ну, то есть, профессия распиаренная, типа, круто быть продуктом, классно, ты, типа, такой клевый, ты можешь, там, делать крутые продукты, у тебя может быть много пользователей, ты, там, деньги какие-то можешь зарабатывать. Мир меняешь, да, выступаешь на конфах, записываешь подкасты и так далее, да. То есть, ну, как бы, все круто, классно, да. Есть одно но. Быть продуктом – это такая довольно большая ответственность. И эта ответственность, она не для всех. Ну, то есть, когда ты действительно меняешь мир, и, как бы, это все классно, но, как бы, есть оборотная сторона медали, что на тебе в тот же момент начинает быть весь тут груз ответственности по изменению мира. Я вспомнил, человек-паука, да. Да, 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 да. То есть, чем больше сила, тем больше ответственность, да. А вот к этой ответственности, как бы, народ готов пожинать плоды медных труб, но вот огонь и воду проходить не очень готов. И здесь история в том, что вот это вот несовпадение ожиданий огромнейшего количества людей, оно очень сильно аффектит в целом на вот эту роль, на отношение к этой роли. Я не говорю, что сейчас все очень плохо, что вот сейчас там всех продуктов начнут набить, нет. Сейчас, скорее, рынок начинает осознавать и, там, переосознавать роль продуктов, там, роль CPO. Если с роли продукта плюс-минус уже как-то там с точки зрения ожиданий все начинают понимать, что, ага, кажется, эти чуваки нас не спасут, нас спасут CPO. И сейчас, значит, все начинают активно искать крутых CPO, которые придут, значит, покажут магию. То есть, то, что раньше ждали от продуктов, теперь будут ждать от CPO, а которые будут руководить продуктами, собственно. Да-да-да-да-да, вот такая история, да. И, значит, очень прикольно, конечно, как очень классные ребята попадают в корпорации, попадают в ту систему, которая на самом-то деле для ребят тоже не очень подходит, потому что классные драйвовые продукты CPO, они же, ну, как бы, в моем понимании, это интерпренеры, у них очень предпринимательский майнсет, им нужно двигаться быстро, им нужны там быстрые результаты, им нужно быстро тестировать какие-то гипотезы, чтобы понимать, как бы, куда нужно идти, да. А в корпорациях, как бы, если ты не умеешь быстро работать внутри системы, быстро работать по регламентам, находить лайфхаки этих регламентов, то у тебя ничего не получится, потому что система таким образом устроена, что ты... Скорость ограничена. Да, нет, там на самом-то деле очень классная система построена внутри корпораций, она эффективна в рамках тех парадигм, да, в которых раньше существовали компании, да, то есть была понятная проектная парадигма, когда мы еще говорим про общую массу сотрудников, ну, тоже нужно понимать, да, что есть, как бы, люди такие про ченч, а есть люди про рам, и, как бы, вот людей про ченч их всегда не очень много, ну, потому что людям зачастую комфортнее. Подожди, остановись. Да, да. Разогнался. Ченч, рам, что это такое? Ну, смотри, люди, которые, как бы, готовы операционную задачу выполнять, и люди, которые... А рам, это про операционную задачу? Да, 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 и люди про ченч, которые готовы делать что-то новое, и тестируют что-то новое. Я просто только вчера прочитал, поэтому я уверен, что кто-то не знает. Я только вчера узнал. Да, 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 говорим про ченч и про рам, но действительно говорим про разделение, создание нового и, там, поддержки, там, существующего, назовем это так. Так вот, и вот людей, в принципе, на рынке про ченч, их в целом всегда немного. И, значит, у корпораций откуда-то внезапное ожидание, что вот сейчас они найдут этих вот всех людей про ченч, они по каким-то причинам окажутся именно в их компании, непонятно почему, но вот надеются, и, значит, придут и построят большое, классное, светлое, единорожное и так далее. Вот, но как бы это не так. Ну, то есть, как бы классным ребятам, которые готовы делать... Для них нужна среда такая. Для них нужна другая среда. Проходящая. Да, так вот, если как бы возвращаться к истории про профессию, про то, что люди туда идут, действительно, не зная оборотной стороны того, в чем на самом деле заключается жизнь этих людей. И я предлагаю здесь поставить паузу по этой теме, чтобы мы потом к ней вернулись, и я задам вопрос, а ты-то сам? Чего ты сам пошел? Или ты не знал тогда? С чего началась твоя вообще история про профессию? Слушай, моя история началась с юности, назовем это так. Да, то есть я работаю с 14 лет, и мне все время хотелось что-то делать, что-то создавать такое, притом создавать что-то такое, что не делал никто, в принципе. Почему-то вот мне хотелось все время делать что-то такое, что-то совершенно такое новое, и вот чего еще не было создано. И какое-то такое достигаторство в голове было. Сейчас было уже меньше, я стал мудрее. Но раньше оно было, было очень ярко проявлено. Достигаторство типа, вот все-таки что-то сделать? Да, 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 что-то сделать, и вот типа молодец, что-то создал. То есть это даже выражалось еще в школе, когда приходил на олимпиаду, вот еще там в седьмом классе, значит, олимпиада по математике, и такой приходишь, такой, а что это я буду решать задачи до седьмого класса? И, значит, я решил одну задачу для 11-го, будучи в 7-м классе, значит, ну, а там же везде документы показываются в каком-то классе, я, значит, в 7-м или 8-м классе решал задачу, там, одну или две, там, для 10-го и 11-го класса, и только за это мне давали тепло, все. Четыре года вперед. Да-да-да, и мне вот это было по кайфу, ну, то есть, вот это было прикольно. Ну, а что, как все, да, зачем быть как все, решать задачи для 7-го и 8-го класса, это как бы неинтересно. В этом были свои минусы, потому что, действительно, задачи для 7-го и 8-го класса я зачастую не мог решить, вот, ну, и бывало такое, да, олимпиадные задачи. Как сейчас, на самом деле, да, ты такой, ну, уже оперируешь какими-то там тысячами, сотнями, миллионов рублей, команды, компания, а потом у тебя приходит ребенок просит помочь решить ему задачи для 2-го класса, и ты такой... Ну, типа того, да, и ты такой, а что ж там, как там... Как я влаги, что с ними делать. Окей, дальше. Так вот, да, из чего все это началось? Началось это все с, не знаю, наверное, первого опыта, когда делал там собственные интернет-магазины. На самом деле, нормально был только один в 2008-2009 году, там по продаже одежды. Там был еще смешанный формат, значит, пробовали строить шоу-рум. Естественно, экономику считали отвратительной, естественно, были убыточной, значит. Ну, скажем так, было много разных попыток зайти в предпринимательскую среду, которые... Почему? Это как-то связано было с той историей достигательства? Да, это история про доказать всем, что, как бы, я молодец, я могу что-то сделать. И, значит, в какой-то момент много чего было похоронено. И интернет-магазины были похоронены, и e-commerce были похоронены, значит, там, продажи всяких мештяков для телефонов. Шоу-рум был похоронен. Доставка, значит, завтраков. Еще в 2010 году, вот то, что сейчас делает Кухня на районе, значит, в 2010 году мы с товарищем запускали доставку завтраков. Исключительно завтраков, только завтраков. Родилась тогда, помню, еще идея, значит, я просто классно приготовил какой-то завтрак после пьянки. И решили, как классно сделать доставку завтраков, когда ты просыпаешься, тебе ничего не надо делать, и тебе прям к утру к нужному времени привозят завтраки. И мы, значит, начали запускать. И, значит, интернет же был не очень сильно развит. Ну, то есть, телефонов, мобильных смартфонов не у всех они были, то есть, приложения были не так распространены. И мы просто вешали, короче, на двери в подъездах бумажечки, типа, заказывайте еду, нужно заказать до такого-то времени, чтобы мы с утра успели все это приготовить и так далее. Но в данном виде, скажем так, бизнеса очень много операционки, к которой мы тогда не были готовы. Все, что связано с едой, это большой геморрой. И, там, не знаю, вот ребята из кухни, я просто им восхищаюсь. Подкаст написали недавно, мне рассказывали какие-то там просто взрыв мозга. Да, 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 они просто космические ребята, что им все это удалось, и они не останавливаются. Антон, тебе привет, ты красавчик. Просто, что все это построил операционно, прям, большой респект. Так вот, значит, мы это делали, и операционка нас съела. Очень быстро, буквально за полгода, и, ну, тоже, как бы, забросили. Это было 2009-2010? Это 10-й. 10-й. 10-й, да. Потом, значит, была история про, как только запретили казино. Естественно, возникла гипотеза, а давайте-ка мы сделаем, короче, онлайн-казино. Но потом мы внимательно вчитались в закон и поняли, что велик риск, и в итоге так нормально ничего не запустили. Так была идея просто сделать в кафе, поставить рядом ноутбуки, и просто виртуализировать всю эту историю. Да, и все вместе, но... Да, как бы рядом все сидят, но карт ни у кого нет, ну, у каждого там свой компьютер, такой формат был. Да, но тоже, в общем, не полетела история. Ну, в общем, было много разных экспериментов, даже были какие-то попытки, там, действительно, поработать в найме в тот момент, но долго в найме я тогда не мог работать по каким-то причинам. Ну, то есть, что-то мне нравилось. Не нравилась команда, не нравилась задача. Ну, не нравилось то, что еще ставят задачи, а не цели. То есть, вот эта история про исполнительство, она была как-то... Никогда мне не нравилась. И, то есть, типа, если мне дают задачу, мне все время казалось, что я могу от нее отказаться, если я с ней не согласен. И вот это мне мешало, как бы, работать тогда в найме, и как бы тоже создавал что-то свое. Но все это время ты про проект-менеджмент вообще не... Нет, ничего, нет. Я даже думал, поступать в какую-нибудь магистратуру пления проектами, И, на мой взгляд, хорошо, что не пошел. Ну, потому что, может быть, как-то это повлияло на майндсет. Сейчас я просто смотрю на огромнейшее количество людей, которые с профильным образованием, с шикарным опытом, которые на самом деле уникальные, классные специалисты в проектном управлении, и как им сейчас тяжело перестраиваться на продуктовую. Блин, ну, проекты, это там сложно. Там ты читаешь, и тот же PM-блог. Сейчас он, конечно, заапдейтили. Что-то там собирали новое добавить очень сильно. То есть он стремится за темпом изменений, но как бы все равно... Ну, не успевает. Как бы много было уже экспериментов на рынке, когда продуктовая деятельность обгоняла проект, но показывала большую ценность, да, нежели успеть сделать скоуп в определенный срок и бюджет. Как бы лучше же ценность нанести, чем успеть сделать то, что за коммитирует. Вот из того, что ты успел подъявить, да, то есть, я так понимаю, близится момент, когда ты потом все-таки переключился, как-то узнал про проект-менеджмент. В 2014 году мы, значит, с товарищем попали в акселятор-фри. И вот это, на самом деле, перевернуло жизнь и весь тот предыдущий опыт, когда ты начинаешь понимать, что огромнейшее количество всего того, что ты делал, ты делал неправильно, не всегда правильно рефлексировал над ошибками. И, конечно, вот эта штука дала определенный буст. Ну, с каким-то проектом попали. Мы туда попали с Get New Car, которая первоначально была, значит, площадкой... Сема бронирования столов-ресторанов. Нет, 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 это потом. Это такие ребята начали приходить пачками уже несколько позже, пару лет спустя. Нет, мы, значит, первоначально хотели решить проблему следующего характера. Значит, у нас тогда в жизни, у меня лично, и у нескольких других товарищей, мы столкнулись с проблемой развода на автомобильном рынке. Когда ты покупаешь кота в мешке вместо нормального автомобиля, или когда ты хочешь продать свою машину как бы побыстрее за нормальные деньги... Карпрайс, по-моему, да, решает эти вопросы? Карпрайс появился примерно тогда же. У нас, кстати, у Get New Car с Карпрайсом было довольно много партнерских мероприятий. Да, и мы хотели решить проблему вот этой вот серости вот этого рынка, разводов и так далее. И мы тогда решили, что, чтобы тебе как бы купить нормальную машину, тебе нужен эксперт, который сделает это за тебя, найдет все, что нужно. Посмотрит, куда надо. Да, 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 вот. И мы, значит, решили вдруг, неожиданно, в тот момент, что надо создать площадку таких экспертов внезапно. Но благодаря тому же, там, акселератору Free, знаете, альма-матер, я так это называю, да, место, где все-таки голову перевернули и дали какие-то нормальные практики, которые после этого дали... Ну, это был определенный буст, и дальше пошло все по экспоненте. Тогда мы поняли, что, как бы, такая площадка никому не нужна. Никому не нужны эксперты по подбору автомобиля. Нужен... Ну, конечно, у каждого есть друг Петя, Вася. Нет, 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 нет. Фишка в том, что, на самом деле, вопрос ценности. Люди ищут не эксперта, люди ищут машину. Ну, а, ну, job's to be done, в принципе, да. Да, люди ищут машину. Им не нужен эксперт, это лишнее звено в них. И тогда мы очень быстро пивотнулись в компанию по подбору, а потом мы еще быстро пивотнулись в онлайн-автосалон поддержанных автомобилей. Если вспомнить, то это был 2014-2015 год. В 2015 году у нас все классно было. А потом, значит, у нас, как бы, курс доллара скаканул, у нас средний чек автомобиля начал расти, а население-то, как бы, богаче не стало. Да, и у нас в итоге средний чек автомобиля, как бы, падал, а у нас хорошо экономика сходилась на автомобилях, там, плюс-минус миллион рублей и выше. Ну, потому что косты одинаковые, да, для того, чтобы искать машину. А у нас были прям, ну, понятный кост, примерно, ну, плюс-минус одинаковый на поиск автомобиля. Там у нас были штатные эксперты, которые ездили, искали по всему рынку. В итоге, ну, кост оставался, даже рос немножко, средний чек падал. Ну, естественно, у нас в какой-то момент начала разъезжаться экономика, там начали появляться кассовые разрывы. Вот это отдельная тема, я про нее расскажу, про кассовые разрывы, это моя боль, которая тоже в какой-то момент немножко меня перевернула. Ну, и сейчас потом, в итоге, там, в семнадцатом году я вышел из этой всей истории, а ребята, как бы, продолжают до сих пор. Сейчас вы можете воспользоваться услугой, как бы, по поиску автомобиля. На Авито, как бы, там есть отдельная кнопочка. Как только вы будете ходить подобрать машину через Авито, вы, соответственно, попадете на тех ребят, с которыми я работал еще, там, уже 7 лет назад. Да-да-да, они до сих пор продолжают. Вот, я оттуда вышел, а ребята продолжают этим заниматься. Совместно с Авито, соответственно. И, конечно, этот буст дало тогда фри, то есть, историю с хади-циклами, с проверкой гипотез, с исследованиями и так далее, потому что до четырнадцатого года я не кассдевил, никогда. А тут неожиданно, как бы, сказали, а ты пойди, пообщайся. И вот это был первый, наверное, такой момент, когда ты это действительно говоришь пользователям, и это рушит все твои галлюцинации. Вот, я очень люблю слово, как бы, галлюцинации, оно, на самом деле, у меня тоже появилось фри, и это говорил еще Дима Николаев, то, что мы очень много галлюцинируем, и один из эффективных способов, как бы, развить галлюцинации, реально поговорить с клиентом. Это была первая история, которая прям очень сильно перевернула. Наверное, в тот момент я начал воспринимать, в принципе, все происходящее, как определенную гипотезу, которую надо проверить. Что на самом-то деле, никто никогда не знает, как правильно, в принципе. Особенно, когда делаешь новые продукты, никто никогда не знает, как правильно. Есть определенный уровень экспертизы, а он зачастую даже мешает. Потому что, ну, мне казалось, что я там, как бы, человек, который заходил на Автору с юности, со школьных времен, каждый день и смотрел тачки, а я болел машинами, мне прям дико нравилось. Это же одна из причин, почему я потом в Яндекс ушел во Автору. Потому что я фанател с машин. Прямо безумно. Я считал, что я рынок знаю, все классно, но нет. Вот, оказалось, что клиенты очень разные, что ты абсолютно нерепрезентативен. Зачастую команда нерепрезентативная, которая этим занимается. И очень важно реально понимать, что на самом деле в голове у людей, и какие там есть сегменты, как они распределены по объемам. И для них абсолютно разные ценности, для них нужен абсолютно разный подход. То есть вот эта история про распределение мура, тоже один из моих любимых инструментов при взаимодействии с пользователями, потому что реально ты, ну, если ты научишься вычленять их в своей критерской базе... Это потрясающая вещь, почему, на мой взгляд, она дико недооценена рынком, потому что, особенно при новых продуктах, то есть вот эта история про Early Adapters, как их классно отделить друг от друга, и как их работать, и какая аудитория точно тебе нужна. Ну, то есть это вот история про не продавать продукт на целевому сегменту. Это очень важно, потому что ты тратишь на него время и ресурсы, а сегмент еще не готов. Да, ты можешь заранее пойти, уже какой-то weight majority какой-то стучаться, а еще рано. Да-да-да, рано, потому что клиенты будут недовольны. У тебя еще уровень продукта не дорос до того, чтобы обеспечить нужного качества, и тебе не нужно в них идти, потому что ты словишь... Мы это словили как раз в рамках Китниука, расславливали очень часто, когда приходили люди, что-то такое просили, первоначередно мы говорили, да-да-да, мы все делаем для всех, ну, мы стартап, голодный, нужны деньги, мы все делаем для всех, все классно, нам нужен кэш и так далее. А потом, когда он появился, мы начали понимать, сколько мы времени тратим на определенных клиентов, и понимаем, что по каким-то клиентам мы даже убыточны. И в этот момент у нас родилась идея, а давайте-ка мы на старте начнем пробовать вычисление этих клиентов, понимать по определенным паттернам, что они... Ну, в каком этапе они находятся, условно, не на этапе, а на ком-то множестве. Да-да-да, где они находятся, то есть за счет у нас как бы у продавцов был определенный скрипт, чтобы определить вообще-то наш целевой или не целевой клиент. И если он не целевой, мы просто рекомендовали ему идти в конкурентов, которые тоже были на уровне развития таком же, но как бы пусть конкурент тратит на них свое время, и мы это называем черной литогенерацией. Интересный вопрос. Черная литогенерация, это когда умеешь еще продавать таких клиентов, но мы просто отправляли в конкурентов, чтобы они выносили мозг нашим конкурентам. Это тоже был очень классный инсайт тех времен, что реально... Да, ты не теряешь по репутации, ты помог, помог. Ты помог, ты ему говоришь, парень, там тебе с твоим запросом помогут лучше, чем мы. А дальше они приходят к конкуренту, и этот клиент выносит мозг к конкуренту, поэтому клиент будет убыточен, потратит время, ресурсы, ничего не заработает, как все хорошо. Я потом неоднократно ее уже применял, в принципе, очень классный инструмент. Слушай, давай немножко тут остановимся, хочется вот о чем поговорить. Если все-таки человек решает идти в профессию, у него несколько дорожек пойти учиться, пойти еще что-то сделать, потом тоже, наверное, к этому вернемся. Но там один из советов, который часто можно встретить в, опять же, интернете, статьях, подкастах, это сделать какой-то кейс, в воздушные кавычки кейс, что бы это ни значило, то есть завершить работу над каким-то продуктом, пускай небольшим. Короче, у меня есть вопрос, какой был твой первый продуктовый кейс, но я вот сейчас прослушав все, что ты рассказываешь, от момента интернет-магазинов до фри, я понимаю, что у тебя, кажется, кейсы эти подряд были. Ну, их было много, но нет, тут вопрос, как бы, что считать успешным. Я считаю Get New Car успешным кейсом, потому что... А остальные, ну, подожди. Смотри, остальные это опыт. Это вот, да, это же тоже опыт. Да, нет, смотри, на самом деле они все успешные, потому что, как бы, каждый из этих моментов как бы меня чему-то учили, но просто Get New Car, на мой взгляд, меня тогда научил больше, чем все остальное. Ну, на самом деле, даже понятно, почему, потому что это был первый, наверное, такой бизнес, где у нас, во-первых, была огромная команда, мы разрослись, где было много разных ролей, там, продавцы, маркетинг, разработка, автоэксперты. Просто генералисты. Да, 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 то есть очень много, очень много, да, и очень много операционки было, и очень много ответственности, потому что, когда у тебя там команда 40 человек, и у тебя кассовый разрыв, и тебе нужно срочно придумать, где взять денег в 8 вечера, а деньги нужны, там, например, с утра, потому что у тебя есть поставщики, у тебя, значит, свои расчеты, а рынок, напомню, серый, некоторые поставщики не готовы ждать, ну, и так далее, да. Вот, там очень много налички на этом рынке. Вот, то есть рынок такой, конечно, очень интересный, он стал чуть более цивилизованный, за что спасибо даже, например, тому же CarPrice, да, что рынок все-таки чуть-чуть стал более цивилизованный, чем раньше, а тогда это все только начиналось, да, то есть тогда никто на этот рынок не заходил с такими историями. В Америке, да, а в России нет, это был очень серый рынок. Ну, он и сейчас серый, но тогда был еще более серый. Ну, кучу серого, сейчас еще есть. Так, ну, ты говоришь, что это был успешный кейс, потому что опыт. Смотри, ну, там было очень много разного опыта. Это опыт управления командой, это вообще переосмысление того, что такое команда на самом деле. Ну, во-первых, это там опыт включения раундов инвестиций, это тоже немаловажно. Это опыт взаимодействия с инвесторами, это опыт огромных провалов и больших успехов. Ну, я считаю, что кейс, на самом деле, успешный. Во-первых, потому что я в плюсе вышел по итогу. Пусть мы там не стали единорогом и так далее, и тому подобное, не продались там за миллиарды и так далее. Но как бы сам по себе кейс успешный, потому что это был там тот опыт, который мне позволяет и до сих пор как бы держит меня на этом рынке в роли какого-то, в кавычках, профессионала, наверное. А что тогда предыдущий опыт предпринимательский? То есть я почему пытаюсь с этим разобраться, да? Потому что все-таки вот история идеи, опять же, бэб-продакт, ты должен там быть чуть ли не предпринимателем, ты должен что-то сделать сам, у тебя должен быть бэд-проект, и ты вот сам разделяешь эту границу, да, между там точкой, которая во фри, когда тебе объяснили, что типа чувак, хватит галлюционировать и так далее, так далее, так далее. И вот опыт предпринимательства, он кажется, был такой более первопытный и не совсем продуктовый. Вот так. Да, да. А я тебе объясню, почему. Потому что, почему прошлый опыт, он менее, на мой взгляд, значим, потому что разная стоимость и разное время проверки гипотез. Вот в GetNewCary, например, мы тестировали гипотезы еженедельно, прям много. А до этого, когда были свои какие-то проекты, ну, ты тестировал какое-то количество гипотез в квартал. Давайте дверь покрасим. Не, ну, не совсем. Шоу Руа. Я шучу новому. Ну, то есть, например, вот мы там завтраки, значит, повесил ты, значит, на дверь вот эти все штуки и такой ждешь две недели. Чего ждешь, непонятно. Ну, как бы ждешь клиента две недели, только потом думаешь, что-то не работает. А ты сидишь, ждешь. Наверное, придут. Ну, что, наверное, еще не заказали. Ну, то есть, ну, эти все галлюцинации, домысливание за клиента, это, конечно. Так вот, вот эта вот скорость пререки гипотез, когда ты начинаешь неожиданно тестировать гипотезы ежедневно, вот это, конечно, дает такой буст. И ты начинаешь, ну, как бы понимать, что не надо столько времени тратить на кучу гипотез, как ты тратил раньше. И именно поэтому вот эта вот история, что ты переосмысляешь в целом подход к развитию продукта через тестирование гипотез. Вот это, конечно, да. Потому что до этого на самом-то деле не было в голове вот этой самой концепции про гипотез. То есть казалось, что, типа, так, завтраки нужны, тебе нужны, тебе нужны. Отлично. Все такие же, как мы. Они нужны всем. Значит, погнали. Да, там, типа, онлайн выкопать шмотки нужно всем, всем классно, все, погнали. Тогда это про что? Это про изменения отношений и мышления? Да. Ну, отношения, мышления. И вот эта вот история про, в мой взгляд, важное все воспринимать как гипотезу. И все время помнить о том, что ты в любой момент можешь ошибиться, и ты не знаешь, как правильно. И на самом деле нужно просто брать и тестить постоянно. Окей. Хорошо, давай вернемся к продолжению. Опыт Get New Car. Ну, первые намеки на продуктовый подход, собственно. Да, потом я делал e-commerce в запчастях какое-то время. И там, соответственно, тоже команда разработки, там уже управление маркингом было и так далее. Значит, тоже такой опыт, как это попытка сделать еще один e-commerce, как бы спустя 7 лет, как бы применяя все... Накопленный опыт. Да, накопленный опыт, да. Ну, могу так сказать, что-то получилось, что-то не получилось. В общем, в тот момент я понял, что немножечко я начал подгорать от сферы автомобильной. То есть очень много эмоций было, как бы, ну, в целом, когда Get New Car делал, потом здесь, соответственно, e-commerce это делал. Год спустя я понял, что все, запчасти, я не хочу заниматься этим, в принципе. То есть это очень... Ну, для меня это скучно было прям. Ну, вот просто вот... Это вот номенклатурные номера, артикула, значит, каталоги, закупки тоже входило там и так далее. Да, то есть в рамках e-commerce все это делать внутри там этой платформы. Мне это было прям дико скучно, потому что там такая, знаешь, монотонная работа над метриками, монотонные эксперименты и так далее. Это было не для меня. И тут начал думать, а что мне вообще, в принципе, интересно. И тут я понял, что мне интересно создавать что-то новое, все-таки, как и раньше. А это, кстати, возвращаясь к майнсету про то, что мы говорили вначале. Про то, что, кажется, продукты, которые надо развивать, монотонно тестировать гипотезы, это вообще не про меня. И вот как бы есть категория людей разная. Есть вот кому кайфово, классно, когда есть существующий продукт, низкая степень неопределенности. И как бы, ну, просто фигачишь-фигачишь. А есть вот, не знаю, люди типа меня, которым классно создать что-то новое, доказать всем, что ты как бы вот что-то новое создал, а потом отпускать. Пускай разливается. Да, пускай разливается. Это тот момент, кстати, когда, ну, в зависимости от стадии продукта, нужно менять продукты. Потому что есть продукты про создание, есть продукты про развитие. И вот нужно ловить эту точку, когда продукт что-то создал. То есть это человек, которому комфортно находиться в состоянии неопределенности. Ему классно эту определенность какую-то найти. А дальше ему неинтересно в ней находиться. То есть ему комфортно находиться в поиске чего-то. Какая-то есть даже систематизация, описание этих штук. Ну, я его не помню. Но это навело меня на мысль для многих. Для меня в прошлом, я недавно там делал ревизию своих записей, предпринимательство оказалось чем-то таким невообразимым, сложным. И вообще, ну, как это? В смысле, как это мне не платят зарплату? Я иду, что-то делаю. Поэтому я понимаю, как это. В смысле, я работал, перестал работать. И до сих пор это помню. Это же история про некий какой-то внутренний азарт. Это вот, знаешь, вот лично мне некомфортно получать стабильно, там, плюс-минус одни и те же деньги два раза в месяц. Когда что бы ты ни делал... Не меняется. Не меняется. Когда я даже был в найме, ну, и сейчас я в найме, у меня всегда было и есть что-то еще. Вот эта вот история про... Что-то дополнительное. Да-да-да-да, вот этот гэмблинг такой... Вот, я как раз к этому и веду, что... Вот ты это объяснил, да, есть, условно, подход, отношение твое собственное, да, потому что вот кайф стартовать, кайф развивать и кайф там что-то делать монотонно. Ну, то есть такие разные штуки. Вот, я к тому, что, видимо, вот это вот отношение к деятельности, там, куда-то, куда-то прочее, оно толкает и в том числе позволяет получить, там, первый опыт предпринимательства, может быть, какие-то проекты. Но, а что, если такого отношения нет? Да, если ты вот не по умолчанию, как бы, там, предприниматель, то тогда тебе вот этот предпринимательский опыт... Я к чему, опять же, к вопросу про то же, про кейсы, да, для того, чтобы создать продукт, вам нужен какой-то кейс продуктовый. Но тогда, получается, есть противоречия кое-какое. Нет, кейс нужен, чтобы пощупать твое это или не твое, на самом деле. Есть кейс с точки зрения насмотренности и руками проделать, там, продуктовые инструменты. Попробовать, поделать кастдев, поделать аналитику и кастом джорни построить, ну, и так далее. Для того, чтобы все это пощупать и понять, вообще, оно твое или не твое. Потому что, ну, и плюс насмотренность. Да, там, первые ошибки, первые шишки и так далее. Здесь нужно понимать, что ты все время будешь каждый день набивать ошибки, шишки и так далее. К этому нужно быть готовым, ты никогда не будешь переставать, как бы, опускаться в лужу, потому что только 20% твоей гипотез будут подтверждаться. Какой бы ты, как бы, классный не был, но, как бы, вот в среднем процентов 20. Ну, как бы, ну, если ты, прям, не знаю, с 20-летним опытом, ну, может быть, 30. Но, в целом, как бы, нужно быть готовым, что 80% того, что ты делаешь, оно, как бы, ну, не подтвердится. Вот. И кейс, он, наверное, нужен для того, чтобы понять, вообще, твое или не твое. И вот многие совершают, на мой взгляд, ошибку, когда идут в продукты, у них есть какой-то кейс. Они не отрефлексировали эту историю и попробовали пойти дальше. либо совершают те же самые ошибки, либо они, будучи в роли продакта, продактами не являются, потому что у них модель поведения не интерпренерская. То есть они... А что значит, не отрефлексировали? То есть, видимо, в этом какой-то там вдох. Да. Ну, то есть, например, они... То есть у них был продукт, они к нему относились как к проекту, например. Ну, просто сам мы с вами сейчас кейс на рынке, когда проджекты идут в продукт. В принципе, да, на текущий день. И вот... А проекту, значит, вот, типа, есть штука, она конечная, типа, все. Тебе нужно сделать задачу. Тебе не надо до метрик добежать. А тебе задачу надо сделать. И как бы, как результат его работы, сделанная из задачи. А не... Законченная штука, и все, поставил на полочку. Да, 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 да. Вот, и они, значит, законченную штуку поставили на полочку, и как бы им нет рефлексировали, а нужна она кому-то, а деньги она приносит, а пенель там сходится, а до каких метрик мы с помощью нее добегаем и так далее. Вот эту штуку, ну, как бы, большинство не рефлексирует, типа, но у них есть кейс, они сделали штуку. Класс. Ну, как бы, ну, они не задаются... Да, это немножко другой скилл сайт все-таки. Да, 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 да. И, как бы, они не задумываются над тем, а нужна ли эта штука была кому-то вообще в принципе. Это мне в этом плане очень нравится пример, да, чем отличается там продукт от проекта. Есть, значит, у нас Vision построить самую быструю машину, которая там разгоняется до 400 км в час. Она должна быть черной. И у нас есть, наверное, миллиард долларов. Значит, за что отвечает продакт и проджект здесь? Проджект отвечает, чтобы она была черной, чтобы она разгоняла до 400 км в час, и чтобы мы уложились, значит, за три года и уложились в бюджет миллиард долларов. За что отвечает продакт? Чтобы эта машина была кому-то нужна. Ну, вот, как бы... Понятно. Хорошо, про кейсы прояснили, давай дальше. Понял, что запчасти неинтересны, собрал опыт, попытался сделать marketplace. Потом я ушел в Яндекс, на мой взгляд, это был шикарнейший опыт, когда я столкнулся с классной историей, когда ты работаешь продактом в найме. Ну, кстати, когда был e-commerce, там я тоже был в найме, но там у меня была позиция такая больше партнерская, нежели в найме. Хотя по факту в найме. Ну, там просто была история про опцион и так далее, поэтому не было такого ощущения, что в найме. Вот, потом, значит, я попал в Яндекс, совершил я кучу ошибок, в том числе и с командой, в том плане, что в какой-то момент ко мне пришел мой любимый фронтенд-разработчик и сказал, Серега, ты нас достал. Мы с тобой так работать не хотим. Ты нам, ну, как бы ты нас бесишь. Что за ошибки у меня такие? Слушай, на самом деле ошибок было много. Ошибки были на уровне первоначальной синхронизации с тейхолдерами и их ожиданий. Ошибки были с точки зрения целей и к чему мы бежим, идем. Ошибки были на уровне, что ты можешь, что ты не можешь. Почему? Предпринимательские амбиции, опыт, как мешали этому или что? Да, то есть у меня было ощущение, что я пришел такой, типа, на уровне, типа, чувак, ты сам по себе, ты можешь, вот тебе, типа, команда, типа, ты должен создать что-то крутое. Да. Притом, не было определения, как бы, что такое крутое в нашем понимании. То есть не засинхронизировали. То есть ожидания со стейхолдеров я тогда правильно не снял. Дальше правила взаимодействия с командой тоже мы не определили. Значит, правила каких-то, уровень принятия решения относительно, там, СПО, который, соответственно, был. И так далее. Меня взяли как сеньоры, да, ну, сеньор продакт, то есть у меня отдельный, там, продукт, даже несколько их там было. Там консерв сервисы, автосервисы. Значит, и, в общем, очень много было ошибок сделано на старте. То есть мне казалось, я такой пришел, типа, а, ну, все, я тут сейчас разберусь, сейчас тут, в общем, сам все буду. Ну, и плюс еще атмосфера индексовая такая классная же, да, когда ты очень такая творческая, ну, для меня, по крайней мере. И вот очень много было ошибок. И, естественно, в какой-то момент это ни к чему хорошему не привело, потому что, ну, то есть мы протестировали ряд гипотез, какие-то продукты расходились на уровне уже экономики. Где-то мы запустили MVP-шку на сотрудниках. Значит, поняли, что тоже мы не будем ее масштабировать, а оставим только внутри для пользования сотрудниками и так далее. Очень классная практика, когда реально в компании раскатывают продукт сначала на сотрудниках, собирают первые шишки и потом принимают решение выштабировать или нет. Это то, что там сейчас всяческие об НТС, к эту культуру тоже стараюсь прививать. И мы действительно тестировали много гипотез, и в какой-то момент я пришел к тому, что там тот вижен продукта, который как бы ходили стейхолдеры, там нет бизнеса, ну, в смысле, там нет денег, по крайней мере, интересных Яндексу. Там был понятный четкий потолок и очень высокий уровень входа на рынок. И в какой-то момент я собрал всех стейхолдеров, сказал, что, ребята, окажется, там модель, которую мы хотим. Туда идти не надо. Да, туда идти не надо. Это вот история про не бояться закрывать продукты свои же. Потому что мне было стрёмно. В смысле, как бы верхний уровень какие-то плюс-минус ожидания, в смысле, я их пытался угадать, что, типа, они хотят большую классную штуку с многомиллиардным рынком и так далее. А я такой прихожу и говорю, ребята, там как бы денег нет. Ну, не надо туда идти. И держаться не надо. Да, и там как бы единственное мы можем взять, там, типа, рынок, типа, не знаю, там, в миллиард рублей, ну, это потолок, и стоимость входа на этот рынок полъярда. Ну, плюс-минус. Ну, я так уже плохо цифры помню. Ну, примерно такой порядок, да. Нужно было много денег вложить, чтобы заработать всего лишь в два раза больше. А для Яндекса это неинтересно. Ну, такая пропорция, такой возврат инвестиций неинтересен. В тот момент я, как бы, потом покинул Яндекс, но это была очень классная история, потому что... Так, закрыли продукт. Ну, в итоге... Нет, смотри, после меня они взяли кого-то еще протестировать, а не фигню ли я им порол, все-таки, на мой взгляд, да, то есть, и они, ну, как бы мы сейчас видим какой-то продукт с Яндекс.Антез сервисом. Нет. Хотя они еще пробовали тестировать там те гипотезы, которые были в голове у стейкхолдеров, но, как мы видим, как бы ничего там нет. Слушай, ну, по-моему, из такого близкого к этому они потом купили Яндекс.Заправку. Это другое. Это другое. Ну, да, это не консюмерский сервис, им пришлось строить инфраструктуру для такси, для флота, автомобиля, это другое. Это другой бизнес абсолютно, да. Нет, автосервисы, это как некий агрегатор, где ты мог бы через этот сервис закупить сразу запчасть по лучшей цене. Понятно. И так далее. Ну, да, я не видел. Да, да, да. Ну, то есть, а там, как бы, экономика не очень сходится, в принципе-то. Там же, по-моему, был на рынке Торетт Carfix. Было, что-то такое. Да, вот Carfix, это модель Carfix, значит, хотелось ее сделать классной на... Кажется, у нас есть автору, кажется, у нас есть много трафика, кажется, аудитория релевантная и так далее и тому подобное. Но я так... Еще что я сделал? Я тогда изучил пользовательское поведение, а как вообще люди через автору ищут автосервисы. Это было очень классно. Я просто на неделю засел в переговорку, YouTube звонил всем тем, кто, значит, записывался в автосервисы через автору. Так. И самый классный сценарий был в том, что люди ищут не через автору, а через интеграцию с Янекс-картами, где показаны СТО, и просто там есть ссылочка к автору, и весь, ну, огромнейший количество трафика шло оттуда. И люди не искали практически автосервиса на автору, потому что нет такого сценария пользовательского поведения. Так, пойду поищу автосервис. Да. Ну, блин, правда, ну, задуматься, ты пытаешься... Я точно сейчас понял, что я все время пытаюсь на карте сначала искать. Да, 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 да. Типа рядом мне надо, мне не надо где-то там. Этот опыт очень классный. Так, что было дальше? Дальше я пошел в Тенек, в интернет-эквайринг, но там вообще у меня было полное несоответствие моих ожиданий от компании. Но мне было дико интересно, как Тенек делает свой продукт. Прям вот изнутри хотел посмотреть, потому что я был фанат, ну, и сейчас, на самом деле, я фанат его продуктов. Я считаю, что ребята огромнейшие молодцы. Мне было интересно, как они это делают. Я пришел, но мне, видимо, не повезло. Я пошел в интернет-эквайринг, а там все-таки есть большое отличие между B2C и B2B. Не знаю, как сейчас, но вот тогда было большое отличие, потому что тогда не было своих команд разработки в эквайринге. То есть мы использовали, заказывали, по-моему, Head & Hands, работали через аналитика, то есть у тебя не было выделенной команды. И вот это вот тоже история, когда я на старте недоопределил какие-то вопросы, которые для меня были важны в рамках работы. Вот. И там, по факту, работа была все-таки тоже не продуктовая, проектная на тот момент. Ну, то есть, типа, нужно интегрировать Google Pay. Какие метрики, почему мы сейчас эту задачу берем, какая у нас стратегическая цель? И так далее. А я когда пришел, первое, что я сделал, я в целом решил посмотреть, а что с воронкой? Ну, ее не было. Никто не строил воронку подключения интернет-эквайринга, то есть не было данных, в принципе, какие конверсии, на каких этапах, на каких экранах и так далее. А я сразу пришел, начал смотреть, а вообще, а что там происходит вообще? Ну, потому что надо же с воронкой работать, мы же денег к этому заработаем, значит, нам нужен максимальный там легкий анбординг, чтобы люди подключались, а как только подключились, там дальше уже, ну, разные другие примочки и так далее. А как бы, ну, на мой взгляд, меня не очень поняли. Чувак, тебе Google Pay надо как бы интегрировать, ты чем занимаешься вообще? Вот. И, в общем, то есть вот это тоже не совпадение моих уже ожиданий от компании, и потом я ушел, значит, уже в МТС. Здесь тоже еще важный момент, наверное, тоже с точки зрения опыта. Вот я когда по фри попал, после экстременционной программы, ну, во-первых, мне дико нравилась сама Твсер, которая там была. Я, значит, пошел учиться трекать стартапы. И вот это тоже была огромнейшая... Так как просто допунтерна какая-то активность? Да, да, да. То есть я в свободное время от Get New Car занимался трекингом стартапов. Ну, собственно, я тогда в своей жизни больше ничем не занимался, только стартапом и только трекингом. Давай крак. Смотри, трекеры — это такие спецы по кратному росту продуктов, как их называют, да, сейчас. Но, по сути, это такая роль независимого члена света директоров бизнеса, который со стороны смотрит. И не дает делать херню команде. Вот, если кратко. Ну, то есть на самом-то деле, если есть потребности, он может работать на разных уровнях. На уровне продукта, на уровне процессов внутри команды и там с головой основателя. Да, потому что у тебя проблема может быть на одном из трех уровней. Вот, и, соответственно, на уровне продукта он дает инструменты продуктовые, внедряет их на уровне команды, выстраивает процессор, любую модель. Может поменять команду, если есть такая потребность. Ну, и работает с ограничениями в голове у основателя, всякие коучинговые инструменты и так далее. Вот я, например, до коучинговых инструментов не дошел, мне было интересно копаться в продукте. Бизнес-модели, пользовательское поведение и так далее. Вот это мне было прямо очень интересно. Я всегда копал в эту сторону и проработал в рамках во время действия с фри где-то до середины 2017 года, что ли. Ну, то есть, там было 3,5 года такой постоянной рассмотренности на стартапы, а там как бы вот стартап-труп, где ты за 15 минут смотришь на... Стартап-труп. Да, да. Не труп, да, а трубы. А трубы, да. А стартап-труп мне тоже нравится, на самом деле. Это тебе только слушаешь, о, ребята, выходящие мертвецы. Есть такое, зомби. Есть стартапы-зомби, которые ходят из акселератора в акселератор, одни и те же ребята и живут на эти деньги, которые дает им акселератор, и так и не зарабатывают, и так могут прожить несколько лет, да, это называется стартап-зомби. То есть, с ними ничего не происходит, ничего не меняется, вот так и живут. Есть такие. Так вот, и там я наработал огромнейшую насмотренность, просто гигантскую, то есть, у меня тогда прошло за 3,5 года порядка 400 команд с разной степенью вовлеченности. Там были команды, с которыми ты работаешь несколько месяцев довольно плотно, а, ну, естественно, были команды, которые ты просто диагностируешь там в рамках получаса. То есть, ты видишь бизнес-модель, ты видишь основателей, ты видишь, как они думают, ты видишь их логику, ты видишь гипотезы. А это, на самом деле, очень классная штука, это мне тогда Илюха Красинский подсказал, типа, почему вообще там, мы как-то с Ильей тогда общались еще в 14-м году, и я с ним думаю, а чего он фа-фри тусит вообще, ну, зачем он? А потом, значит, ну, понятное дело, он смотрел на стартапы, он же тогда делал свой еще не РИК, а И, а он делал тогда Апкрафт, вот, а мы тогда еще в рамках стартапа были, на мой взгляд, его такой орли-адоптер с Апкрафта, потому что мы тоже как-то дико нам нравились метрики, и все, что было связано с дистаналитикой, это все только развивалось. Сейчас это уже как бы на таком даже, там, плюс-минус академичный уровень уже вышло, а тогда и тогда еще нет. Я такой Илье говорю, слушай, а как классно это работать со стартапами, ты видишь, я такой сказал. Вот именно поэтому я здесь. Потому что, когда ты в роли трекера выступаешь, ты на самом деле, прям мультипликативность насмотренности становится, потому что ты смотришь огромнейшее количество кейсов. Как это потом помогает? Смотри, ты начинаешь видеть, как можно быстрее, проще протестировать гипотезу в разных сферах, и тут ты получаешь еще насмотренность, а в какой сфере какие гипотезы уже проверены, какие нет, какой принцип принятия решения у клиентов, какие паттерны, и ты начинаешь все это видеть. То есть, по сути, это сокращение каких-то тупиковых ветвей действий. На самом деле, это помогает отсеивать огромнейшее количество лишних гипотез уже на старте, которые ты уже понимаешь, что маловероятно. И плюс ты начинаешь очень быстро уметь просчитывать, во-первых, стоимость, потому что у тебя всегда стартап, он всегда находится в состоянии ограничения ресурсов. И тебе нужно уметь минимальными ресурсами что-то быстро проверять. И тут ты смотришь, а какие инструменты при работе работают, а какие нет, и какие приводят команды к результатам, какие не приводят. И дальше это можно в свои команды переносить. И прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что подкаст-сериал выпускается в партнерстве с онлайн-магистратурой управления цифровым продуктом, которую запускает Высшая школа экономики и металлогия уже этой осенью. За время магистратуры вы получите фундаментальные знания и научитесь развивать цифровые продукты с нуля. Студентов ждет стажировка и работа с реальным продуктом в крупной IT-компании уже во время обучения. Больше подробностей по ссылке в описании. А теперь обратно к подкасту. Обучение, кажется, то, что я слышал, у тебя как раз там произошло фри и потом пост-фри. Ну и рабочий. Это еще рабочий, конечно. Ну то есть история про то, что как бы ты оценил влияние вот этого самого процесса, условно, погружения в продуктовый вообще инструментарий и насмотренности на твою дальнейшую успеху. Ну оно жизнь перевернуло. Ну то есть в тот момент, когда ты сталкиваешься с реальностью и у тебя рядом есть кто-то, кто тебе как бы тебе говорит, не переживай, не страшно, что гипотеза не подтвердилась, какая следующая, давай проверим, а давай быстрее. Почему? Окей. Это история про обучение, на самом деле. Я понимаю, нет, я понимаю, история про обучение. Почему ты поверил в это? Я думаю, что в книжках много чего пишут, как и на заборах, и в интернете мы сегодня выяснили много чего пишут. Как это вообще сработает? Почему? Почему поверил? Ну да. Ну в смысле, оно же реально логично в какой-то степени. Там же на самом деле, знаешь, самое главное, самое сложное это начать. Потому что когда ты уже начал, ты уже начинаешь тут ловить инсайт и такой, ага, оказывается, как бы мир-то не так прост. И пользователь не так прост. И так далее. И как только ты это начинаешь делать, у тебя дальше по накатам идет. То есть ты уже не можешь вернуться к старой парадигме. Я не могу этого развидеть. Да, да, да. Ты не можешь это развидеть, и все. И в этот же момент ты не можешь вернуться к старому. И у тебя есть уже вот эта вот внутренняя боль неподтвердившихся первых гипотез, когда тебя, знаешь, как-то ты ударился об стенку, и как бы у тебя шишка такая на голове, и она как бы все равно остается, и болит, и ты понимаешь, что так кажется, я не хочу так больше биться головой об стенку, лучше бы я буду тестировать. Вот какие-то такие истории. Так, мы поговорили о Тенек, МТС. Да, ну и, соответственно, в МТСе начиналось все с продукта там МТС-торги. Очень классная команда, потрясающая. Там получилось сделать классный кейс, благодаря продуктовым инструментам и их внедрению выросла скорость. Да, то есть там ребята за 8 месяцев сделали выручку X, благодаря продуктовым инструментам и там перестройке всей работы, за 4 месяца сделали 2X. Ну, значит, в 2 раза. И темп сохранился, и так далее. То есть это был такой мой некий кейс-успех первый, после чего, соответственно, все больше и больше команд, соответственно, начали потихоньку переходить. И дальше у меня, там, основная задача была как раз встраивать разного рода крутого инструменты. Ну вот сейчас у меня такая уже роль больше ревьюера. То есть мы потратили какое-то время на то, чтобы там людей и учить, и внедрять, и так далее. А сейчас уже я больше занимаюсь ревью последние несколько месяцев программирования. Как раз китого, что делают команды, ну и следующий, я думаю, этап... То есть уже такая, ну да, трансформация, как это называется, продуктовая. Да, да, да. То есть сейчас, да, по сути, у меня деятельность, она больше в сторону продуктовой трансформации, нежели продуктовой. Смотри-ка, интересно, получается, история с насмотренностью продолжает. Да, 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 да. Потому что, ну, все продукты, которые есть в МТСе, тоже, соответственно, ты все их видишь, ты видишь все команды, ты видишь, что они делают, какие гипотезы они тестируют. Можешь просто, не знаю, из вот... Нет, смотри, а когда ты СПО, у тебя же то же самое. Вот это интересно. Ну, к СПО еще тоже вернемся. Какую-нибудь топовую ошибку. Что это такое, что команды вот неправильно понимают себя делать с продуктовой трансформации? Самая топовая ошибка, когда они делают те задачи, которые спускают сверху, не задумываясь. Прекрасно. Это самая топовая ошибка. Когда говорят, ребята, вы должны что-то сделать. И ребята такие, так, все, нам надо это сделать. У них не возникает мысли о том, что нужно проверить, а это кому-то нужно, а там вообще на самом деле деньги есть, а сколько мы ресурсов на это потратим, а нет ли у нас что-то более приоритетного, что мы можем как бы... Здесь же вопрос, типа, какая цель вообще? В смысле, там, стейхолдер, кажется, от нас... Вопросы не задаются. Да, не задаются вопросы, и они не говорят нет. А почему? Ну, типа, они считают, что люди знают просто там лучше. Смотри, там есть... Тут мы сейчас выходим на уровень культуры организаций и культуры в целом менеджмента, какой у нас, в корпорациях, не только... Я думаю, не только в корпорациях. Не, не только в корпорациях. В целом, да? То есть какой стиль. И плюс еще вот этот большой след проектного управления. Потому что все-таки в проекте тебе дают задачи, тебе не дают цели. Блин, ну это интересно. А в продуктовой деятельности ты должен до цели добежать, а не задачки делать. Это реально про отношение к происходящему вокруг. Ты можешь и не знать, что это называется каздев, ты можешь и не знать, что это про цель и полагание, или что-то такое, ты просто можешь задавать вопросы, потому что тебе искренне любопытно интересно. Смотри, а это про осознанность. Это вот про то, кто ты. И тут тоже, опять же, возвращаясь в начало нашего диалога, про то, что многие люди идут в продукты, хотя на самом деле это не их. Это же вопрос, кто ты. Да, и кто ты, и кто ты внутри корпорации. Как ты себя ощущаешь? Ты себя ощущаешь наемным рабочим, который как бы работает на кого-то, либо ты человек, которому корпорация дает инвестиции, и ты делаешь то, что ты хочешь. Понятное дело, ты должен учитывать интересы стейхолдеров, но как бы по сути, вот есть, на мой взгляд, вот самые крутые продукты, которых я видел, которых я знаю, это реально те ребята, которые относятся к корпорации как к инвестору. Это те ребята, у которых есть свой вижн, у них есть свое желание поменять мир, и для них корпорация, это инвестор, который дает им ресурсы в это сделать. И они могут спорить со стейхолдерами, потому что у них есть свой вижн, у них есть свои артефакты и аргументы с рынка, а не просто, как бы классная идея в голову пришла, давайте запилим партнерскую программу. Здесь тоже люди, такие люди с какими-то, наверное, годами опыта, с отношением. Они разного возраста, кстати, даже не могу сказать, что какой-то прям здесь опыт. Мне кажется, это вопрос про майнсерп, все-таки больше. Ну, хочется вопрос, как этот майнсерп развивать и надо ли? А здесь вопрос надо ли, на самом-то деле, потому что, вот, ты знаешь, вот, опять же, возвращаясь к истории про людей, которым кайфово в условиях неопределенности, которым не кайфово. Вот, как бы, если ты человек, которому не кайфово в условиях неопределенности, я не верю в том, что, ну, как-то можно развить себе... А, если хочется. Почему-то. Ну, ты бы начитался книжек, смотрелся фильмов такой, все, буду предпринимателем, или бы, ну, или... А вот тут надо получить кейс. Потому что человек получит кейс и поймет, что, кажется, это не его. Человек же все равно, в любом случае, опускается на уровень его комфорта. Всегда. Для таких людей им все равно комфортнее, когда понятный продукт, понятная аудитория, понятная ценность, не надо что искать, растить метрики. Ну, вот. Смотри, опять мы вернулись к идее с кейсом. Вопрос всегда такой, с чего начать? Мы же упоминали, по-моему, что начать — это самое сложное в любом деле. Но конкретно, да, вот если мы все-таки пытаемся помочь кому-то, да, то не то, что даже стать продуктом, но он хочет стать продуктом. Мы не хотим помогать ему стать продуктом, мы хотим ему помочь разобраться, на самом деле. Нет, здесь очень важно разобраться, кто ты на самом деле и надо ли тебе оно. Потому что, на самом-то деле, вот это вот иллюзия о том, что классно быть продуктом, не, ребята, это не классно. Это боль, страдания, очень большая ответственность, бессонные ночи, и жизнь равно работа. В какой-то период времени, ну, какое-то количество лет, точно пока, там, продукт или стартап не выйдет до какого-то уровня. И это не для всех. Ну, в смысле, не надо идти, думать, что как классно тестировать гипотезы, как классно общаться с инвесторами. Нет, это история про ответственность. В корпорациях это меньше ощущается, эта ответственность. Ну, во-первых, там меньше делегируют эту ответственность. Вот. А в стартапе это очень хорошо ощущается. Когда у тебя есть 40 человек, их зарплата зависит от тебя, их уровень жизни зависит от тебя, вообще там, что они будут есть, в каком-то смысле, зависит от тебя. Вот. И вот этот уровень ответственности, когда ты приходишь в офис, и такой, как бы, у тебя кассовый разрыв, и ты такой смотришь на них и думаешь, а что же эти люди будут делать? Ну, вот. И как бы, это не очень приятное ощущение, да, когда у тебя нету быстрых, понятных решений таких проблем. Тут есть и оборотная сторона, да, что ты приходишь в офис. Это самый счастливый момент в моей жизни был, знаешь, в любой момент, когда я вот с утра, помню, пришел в офис, и ты смотришь, вот просто еще, вот тебя еще не увидели, и ты такой смотришь со стороны на то, что происходит. И ты видишь, как продавцы кому-то звонят, там, ребята кодят, там, маркетолог что-то делает, дизайнер рисует, и ты понимаешь, что ты создал жизнь. В том плане, что как-то вот система начинает функционировать, что-то создавать, и в этой системе работают люди, которые, там, благодаря этой работе воплощают свои какие-то личные мечты. И вот это вот ощущение, что ты создал вот что-то такое новое, это потрясающе. Я не помню, это раз заис, просто на, наверное, минуту на две просто смотрел, налюбовался. Да-да-да, маленькая вселенная. Но как бы здесь есть обратная сторона, что как бы нужно эту вселенную кормить. Вот, и эта ответственность за кормление этой вселенной, она на тебя все-таки. Вот, и поэтому, вот эта ответственность, она не для всех, не все готовы ее принимать. И это страшно. Ну, потому что, вот, как бы, ходят шуточки, знаете, про предпринимателей, что я умру богатым, я умру бомжом, я умру богатым, я умру бомжом. И так вот, там, каждые две минуты ты меняешь свое мнение. Стартап, в моем понимании, все-таки равно. Ну, просто у тебя продукт в стартапе, продукт в корпорации отличаются. Ну, потому что у тебя, у корпорации есть сильно больше ресурсов, может быть, сильно больше проинвестировано как финансово, так и в ролях в команде. Да, и тебе многие компетенции иметь не надо, потому что они у тебя делегированы. Но в целом продукт в стартапе максимально похож на предпринимателя. И в целом, как бы, основатели стартапов — это те же самые продукты. Ну да, он совмещает много в себе разных функций. Мы вот как раз говорили про CPO в начале, да, про то, что ожидания с продуктов перекинулись на людей, которые ими руководят. Давай немножко чуть в это углубимся. Потому что тоже, кажется, ты тут говорил уже, да, что тоже позиция близкая к предпринимательству. Да. Ну, потому что... Я объясню, почему. Потому что сейчас в корпорациях начали ответственность за P&L перекладывать на этих людей. Это очень хороший шаг, на мой взгляд, потому что это, с одной стороны, делегирование, и когда ты даешь уровень ответственности на уровень ниже, у тебя и люди начинают быстрее развиваться. Ну, потому что они попадают в ситуацию, я отвечаю за P&L. Ой, а это же не задачки делать, это же думать надо, ну, в смысле, прям вот сильно, как вот все уравновешивать, хеликоптер вью, имей стратегию какую-то там, ты должен думать, потому что ты будешь через полгода делать и так далее. И это классно, что это происходит. Ну, и поэтому сейчас, да, такая смещается история, что, типа, так, продукты, короче, кажется, так не умеют. Ну, кажется, я должен уметь делать CPO. И вот сейчас вот большие надежды на CPO. А сейчас CPO — это очень разная роль в зависимости от организации. Рынок не пришел к какому-то единому пониманию, кто это. Потому что CPO в Яндексе, CPO в Майли, CPO в Авито, CPO в Сбербанке, CPO в НТС — это абсолютно разные люди. С абсолютно разными полномочиями, с абсолютно разной ответственностью. И вот сейчас, я думаю, рынок, вот ближайший, наверное, год, полтора, может, даже два, будет переваривать вот эту вот историю, а кто это такой на самом деле. И как-то, ну, к чему-то там будет пристыковываться. Потому что там, на самом-то деле, и скиллсет у этих людей тоже должен быть разный, на мой взгляд, даже в зависимости от того, на каком рынке ты все-таки работаешь. Если это B2B, тот же вопрос, там же задача про стратегию, ну, у CPO есть большая. И здесь вопрос, как ты работаешь на стратегии. И на B2C и на B2B рынке все-таки отличаются вот эти подходы по построению стратегии. И я думаю, что тоже, как бы, CPO в B2C и в B2B, ну, там, в целом, сильно отличающий скиллсет будет у ребят. И в B2G особо. Окей. Бизнес гружает свои ожидания на CPO. Что тогда продуктом остается? Расти? Нет, давай. Ну, понятно, что расти до CPO. Но на всех мест позиции CPO не хватит. Что сейчас, получается, остается продуктом, да? Если мы говорим, что иллюзии какие-то, может быть, там, разошлись немножко. Нет, смотри, тут скорее вопрос излишних ожиданий, вот так назовем. То есть, как бы, к роли продуктов начали привыкать, она там плюс-минус вылисывалась. И сейчас больше идут в сторону того, что так, мы поняли, что это за зверь, мы поняли, что от него можно ожидать. И вот этих вот усиленных ожиданий нет. А вот к CPO сейчас пока что будет еще усиленное ожидание какое-то время. Пока тоже не поймут, кто это такой. Ну, продуктам надо просто как развиваться и продавать. Просто там становится понятна законная система. Потому что стало на рынке понятно, какой уровень полномочий надо давать. Ну, плюс-минус. Становится понятно, что если ты продукт, ну, у него продукта, то ты должен быть таким. А если ты продукт, не знаю, бизнес-продукта, собственно, прямой монетизации от пользы, то ты такой. Если ты продукт платформы, ну, как продукта, то ты, да. И вот это понимание, оно уже пришло. Что, получается, два уровня самоопределения. Первый уровень понимания, что, в принципе, если тебе интересно менеджмент продуктов, тебе надо понять, а что именно тебе интересно запускать, растить или развивать. Да, и потом дальше следующая история. Интересно ли тебе делать это на глобальном уровне или на локальном? На локальном, так. Да, и следующий уровень. Там еще есть, ну, получается, индустрия, вот дальше специализация. Там, ты там платформа B2B, B2C, B2G, там начинают всякие... Да, да, там везде есть своя специфика. Ну, и представь, тебе надо делать бизнес. И тут такой же выбор, типа, а бизнес где делать? Ну, в какой сфере? Да, 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 да. Потому что, в любом случае, как бы, продукт, это же про деньги всегда. И это все равно про бизнес. У тебя продукт либо зарабатывает, либо экономит в каком-то смысле. Где-то, понятное дело, там, у ряда продуктов в P&L тяжело посчитать. Но, как бы, оно все равно все пойдет про деньги, и это все равно про бизнес. И здесь, в этом плане, очень важно, чтобы продакт все время думал про бизнес. Просто в ряде организаций, где-то есть, там, полномочия влиять на бизнес, на P&L, а где-то нет. И поэтому в каких-то организациях продакты больше продакты, а в каких-то организациях продакты больше проджект. И зачастую бывает даже в одной и той же организации, и такие-таки ребята есть, потому что разные условия. Ну, потому что какие-то разные бизнес-вертикали, и там, разные внутри процессы, разные подходы и так далее. Сложность, сложность. Я говорю, не надо идти в эту профессию, если вы не готовы к этим сложностям. Давай, нет, 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 мы со всем уже почти разобрались. Мы поговорили много о чем, обсудили твою историю. Вот из того, что я запомнил про какие-то принципы, да, там, или какие-то модели мышления, которые тебе помогли. Ну, это целый пункт про обучение, что в какой-то момент ты принял для себя продуктовые подходы, развивал насмотренность, пытался там что-то закрыть, насколько я помню, потому что важно тоже, видимо, это уметь делать. Нет, здесь еще, почему важно говорить «нет» и закрывать свои продукты, потому что, когда вы начинаете тянуть дохлую лошадь, вы же сами... Не тянуть дохлую лошадь. Да, вы как бы, ну, непонятно зачем, да, стартап-труп и так далее, непонятно зачем, чтобы что. Ну, в смысле, там, ребят, ну, камон, у вас там 20 лет активной жизни, зачем вам там год еще тратить, чтобы тянуть дохлую лошадь, где уже понятно, что ничего не будет, зачем, чтобы что, ну, как бы. Мы говорим только про продукты, не про настоящих лошадей, не подстрекаем ни к чему. Ну, окей, я к чему веду, да, то есть вы посмотрели про эти все штуки, плюс добавили про самоопределение какое-то, да, задуматься. И все-таки я задам вопрос. Если, несмотря на все наши предостережения, большие ожидания от рынка, ты бы решил пойти в менеджмент продуктов? С чего бы ты начинал, что бы ты себе посоветовал? Какого сделать, чтобы вот этот путь, который у тебя был, да, с 2008-го? Ну, да, но там, как бы, его все равно нельзя назвать прям продуктовым тогда, да. На мой взгляд, прям продуктовый. Ну, давай так, продуктовый начинается тогда, когда начинаешь прям тестировать осознанно гипотезу. С 2014-го тогда. Да. С другой стороны, вот эти 6 лет, может быть, их тоже можно было уложать. Ну, окей, вот что бы ты себе посоветовал, если ты начинал путь профессии сейчас? Смотри, на самом деле, вот если прям вот посоветовать, то первое, нужно все-таки попробовать пощупать, что это такое, при том, минимальным ресурсом и жизненным, потому что я, например, в своем опыте предпринимательском сжег свои деньги, займовые деньги и так далее. Это, ну, потом, возвращать же все надо. Но это тупо дорого, и, как бы, когда есть возможность, как бы, понятно пойти, поучиться, ну, вот как на уровне кейса пощупать, что это такое, и понять, твое это не твое, вот это прям важная штука. Вот, потому что, как бы, важнее реально понять, твое это или не твое, потому что вот эти вот все хардовые инструменты, как бы, их нарастить можно, а вот майнсет поменять тяжело. Когда ты начинаешь пользоваться этими инструментами, ну, ты начинаешь понимать, твое, не твое, интересно ли это делать, интересно ли тебе с клиентом говорить, интересно ли из него, там, вытаскивать какой-то инсайт, интересно ли тебе разработкой управлять. Можешь ли ты итеративно тестировать гипотезы, там, регулярно, да, и так далее. То есть, вот, насколько тебе такая жизнь в целом по душе. И вот это важно попробовать, посмотреть, потому что там, как бы, есть свои плюсы, есть свои минусы, да, в этой всей истории. То есть, это первое, да, то есть, все-таки поучиться, попробовать что-то поделать малой кровью. Да. Второй, если хочется пойти в продукты, это все-таки история про... Я советую осознать, это ужасно звучит, очень-очень-очень высокомерно, знаешь, я советую осознать. Нет, на самом деле, реально, ну, здесь важно осознавать, что никто не знает, как правильно, и не надо, как бы, надеяться на какие-то понятные чек-листы, делай раз, делай два, делай три, вот тебе миллиард. Нет таких. По-моему, это еще было вот, ну, не это прям, это вот, если мы все-таки, да, пытаемся помочь людям что-то там подумать. Стив Джобс говорил, у него цитата была такая, в одном из патриных интервью, как только вы поймете, что все, что вокруг вы видите, было создано людьми, которые, там, ничуть умнее, чем вы, то ваш взгляд на мир никогда не будет прежним. И это в том числе про это кажется. Ну, да, близко. Близко, потому что ошибаются абсолютно все. И очень умные люди. Ну, здесь вопрос, да, сферы, да, еще тоже, в которых они ошибаются. Ну, в смысле, нельзя быть компетентным во всем. Да, конечно. Ну, как, и, естественно, как бы, все, даже сеньорные продукты, у них у всех там что-то западает. У меня что-то западает, у всех все что-то западает. Там, кстати, всегда находятся как точки кратного роста, как говорит Илья Красинский, да, и это правда, кстати. И именно поэтому, кстати, важная тоже история про входе в профессию, ценить команду. Потому что на самом-то деле самое большое количество инсайтов и каких-то очень крутых гипотез генеришь не ты, а генерит команда. Потому что очень важно внутри команды держать разные роли, потому что они очень по-разному смотрят на мир, абсолютно не так, как ты. И вот это вот как бы другая насмотренность, другой опыт, соответственно, даже другой майнсет, особенно когда мы говорим про разработчиков. Хотя я тоже физмат закончил. Последний раз я кодил там 6 лет назад, наверное, когда в стартапе еще был. И все, я с тех пор как бы ничего не кодил. Вот это важно, как бы ценить команду, ценить их мнение, вовлекать их в эту историю, потому что чем больше они тоже знают и понимают клиента, понимают бизнес, тем круче кипотез они генерят. И вот это важно. Да, потому что многие сейчас, когда входят в профессию... Вот почему мне в Тинькою не понравилось, да? У меня команды не было, разработки своей. Ну, камон. Что, я один в поле воин, что ли? Ну, как бы я могу, да, но как бы это же... Вероятность твоей же ошибки, что тебя никто не челленджит, тебя команда не челленджит, она как бы... Ну, ты начинаешь еще больше ошибаться. Как бы... Зачем? Когда есть классные, крутые ребята, которые с тобой в команде, и они тебе помогают расти продукт. Чем больше они понимают продукты, тем им же самим класснее работать, потому что они не чувствуют себя исполнителями, они чувствуют себя таким же создателями, как и ты. Просто у них другие задачи. Ну, они... Надо заметить, что эти ребята еще больше времени с продуктом, которые проводят по факту. Ну, да. Они полностью... У них 5 дней в неделю, они работают внутри продукта. Да, может быть, у них немного не такой обширный взгляд на клиентов, но сам продукт, они прекрасно понимают. И стоит добавить им понимание про клиентов, там может... Да, ну, потому что здесь же тоже еще важно... Почему важно погружать? У тебя же разработчик, в зависимости от его понимания, как он понимает продукты клиента, он же может как бы сделать такой костыль, который как бы потом придется переделывать, или он может понимать примерно, что будет потом, и как бы сделать уже по-другому. Да, как бы учитывая, зная немножечко будущее, зная как бы контекст, он может по-другому это сделать. Хорошо. По-другому. Да, и это как бы тоже история про то, что как бы почему важно вовлекать разработку во всю эту историю. Есть история про стоимость продукта гипотез, которая тоже очень важна. Вот если как бы вспомнить, что все-таки примерно плюс-минус 20% нашей гипотезы подтверждается, и дает именно, ну, как бы движение продукта в сторону какой-то цели, то важно уметь тестировать гипотезы быстро и дешево. Потому что сейчас многие команды, да, они тестируют гипотезы, но в тот момент, когда как бы есть более простой способ получить, ну, гипотезы это же определенный эксперимент, получить можно дешевле и быстрее результаты эксперимента, ребята, ну, как бы просто не думают, как бы у них много ресурсов, особенно в карпах, и как бы могут гипотезу тестировать там 3 месяца. Хотя на самом деле примерно на том же уровне значимости достоверности можно получить такой же результат за неделю, например. И самое главное, что ребята, которые умеют это делать, они в карпах тоже очень ценятся, которые умеют дешево тестировать гипотезы, потому что они сразу видны на общем фоне. Вот особенно вот у нас там есть один продукт, который пришел и такой говорит, мы тут за 3 месяца протестировали 30 гипотез, значит, вот это работает, вот это не работает, это работает, вот это вот классно, а вот сейчас в следующей бэклоге будет у нас вот такой, и мы это сделаем еще за 3 месяца. На фоне остальных, которые говорят, ну, мы, значит, за год сделали 5 фичей. Ну, то есть, как бы понимаешь, да, вот эта вот разница. И, как бы, естественно, смотрят на этого товара еще такие, как круто. Где нам еще таких взять? Да, да, где нам еще таких взять, да. То есть, а самое главное, что процессы-то одинаковые, что для первых, что для вторых. Просто один хакает систему и хакает процессы и ищет способ, как ему быстрее что-то сделать, а второй, как бы, жалуется на систему. Говорит, мы из процессов не можем делаем большинство. Это сформулировать про то, что крутость продуктов в корпорациях не в том, насколько вы классными инструментами владеете, а то, насколько вы круто хакаете процессы. Это тоже большая разница, потому что в корпорации находишься в системе с большим количеством ограничений. По сути, если у тебя предпринимательский ум, то ты всегда, как бы, ищешь лайфхаки и вот этих ограничений. Знаешь, это как в теории систем. Там же вот даже было исследование, не помню, в каком году, по-моему, в Германии, по поводу того, как должны ездить водители, чтобы поток машин на дороге был всегда равномерный и плюс-минус довольно быстрый. Я не помню, с какой скоростью должны были ехать, но суть была в чем? В том, что для того, чтобы поток был постоянный и развивающийся, у тебя 70% водителей должны ехать по правилам, а 30% нет. Потому что если все будут ехать по правилам, все будет плохо. Это вот здесь то же самое. Ну, то есть у тебя есть система, но тебе нужно научиться хакать систему. Понимать ограничения системы. Понимать ограничения системы. Как их преодолевать. Да, да, да. И только тогда ты будешь расти. Потому что если ты начнешь двигаться со скоростью системы, ты не разобьешься. Ты не создашь ничего. И поэтому здесь важно понимать, что, типа, ребят, ну, в этом плане, как бы, приходя в корпорацию и работая полностью по теме правилам. Корпорация, это вообще про все. Это и по жизни, на самом деле, так. Ну, то есть если вы не хакаете систему, то все, вы движетесь со скоростью рынка. А если вы движетесь со скоростью рынка, то вы как бы не растете. Мне кажется, очень хорошо матчится с историей про то, что никто не знает, как правильно. Ну, да. Здорово. Так. Наверное, еще хочется добавить про важность планирования личного. Ну, и личного, продуктового. Думаю, что в целом, там, благодаря распространению Agile, да и в целом проекта менеджера про планирование, это все понимают его важность. Но здесь важность еще и про отношение к этому планированию. Как правильно ставить себе цели и задачи и ставить их на команду. Потому что, на мой взгляд, самая распространенная ошибка, когда цель выполнить задачу. Да, цель выполнить задачу. Значит, а цель должна быть какой-то понятной, измеримой, и какая-то метрика должна быть у этой цели. Ну, потому что, когда там цель выполнить задачу, это такой процесс ради процесса. Типа, я запланировал почитать. Типа, почитал? Да. А сколько почитал? Ну, одну страничку. Ну, то есть, как бы, ну, почитал же, почитал, классно. Вот. И вот это вот правильное выстраивание целеполагания и планирования, что ты планируешь не... и что-то поделать. А ты планируешь до куда-то добежать. До каких-то понятных, измеримых точек. Да, это важная штука, потому что у меня тоже был период, когда я, типа, ну, я планировал с ребятами обсудить продукт. Че это значит? Не понятно. Обсудили. Да. А, еще, кстати, я тут буквально, наверное, инсайт у меня последних месяцев. Реально важный навык. Ну, не могу сказать, что он продуктовый. Он, скорее, наверное, на рынке ложится на роль скрам-мастеров сейчас. Или, там, не знаю, джейл-коучей. В общем, реально, навык фасилитатора это офигенная штука. Потому что сейчас, особенно во время удаленки, очень важно емко доносить и в рамках коротких конкурентов времени доводить встречу до понятной, как бы, цели. А когда количество встреч там большое, и, как бы, они ни к чему понятному не приводят, когда нету фасилитационного навыка, встречи получаются, как бы, дорогие и пустые. А тут ты начинаешь понимать, что, ну, время летит. Недели летят, месяцы летят. И ты тратишь, реально, кучу времени, непонятно на что. И вот этот фасилитационный навык, когда все четко по полочкам, да, это может быть жестко, это может быть неприятно, с кем-то хочется поболтать и так далее, и тому подобное. Хочется, там, типа, поворчать, показать, что ты умный в каких-то встречах и так далее. Но вот это все, как бы, понятный булшит, который нафиг к цели тебя к продуктовой не ведет. И вот эта вот история про фасилитацию, правильно взаимодействовать с командой, правильно вести команду к цели, это прям важная штука. Я не уверен, что она для продуктов. Тоже с командой надо общаться. Ну, это да, но это, скорее, скилл, знаешь, типа, скилл ведения команды к цели. Ну, это такой лидерский, управленческий скилл больше. Ну, либо, если есть роль в команде в виде, там, не знаю, там, скромастер, человек, который начинает за паргументацию процессов в команде, то, то есть она там. Вообще, в целом, процессы внутри команды, они очень важны, потому что, опять же, вот я говорю, вот есть же там три уровня, да? Есть уровень продукта и инструментов, есть уровень команды и процессов и уровень, там, головы. Вот я, наверное, пока только первые два осилил для себя. То есть я что-то понимаю в продуктовых инструментах, как бы я их, там, использую, продолжаю использовать, развиваю. Сейчас, там, не знаю, развиваюсь в большей степени на построение процессов внутри команд, в процессах, в ролевой модели и распределения ответственности вот, а вот до того, как конкретно работать с головой продукта каждого, вот тут я еще... Фасилитировать отдельный зато человек. Ну, не-не, вот как конкретно с головой его работать, с его мотивацией, с его внутренними ограничениями в голове, с его страхами. Ну, то есть я только к этому приступаю, и для меня это такая еще зона... Зона роста. Да, зона роста, работать с головой людей. Вот, это прям интересно. Поэтому я, например, сейчас вообще хочу пойти поучиться немножко на психолога, чтобы вот понять... Ну, какое психологическое образование получить. Чтобы понять вообще, как этот вообще мир устроен. Потому что на самом деле, во-первых, это штука полезная с точки зрения типизации клиентов, да, и там это тоже можно использовать. Потому что я вижу, видел классные механики, например, у психеи. Есть такие ребята, которые... Я слышал про них, да. Да, они, соответственно, могут определить по пользователю, какой у него психотип и так далее и тому подобное. В зависимости от этого выстраивать ему маркетинговую коммуникацию и таким образом взрывать конверсию. Просто растить кратно метрики конверсии в продажу за счет прям понятного персонального офферинга. Вот. И вот это классная штука. Вот это прям этому хочется поучиться, но мне сейчас очень хочется и поучиться, чтобы уметь растить ребят более эффективно. Потому что чем круче твои ребята, тем круче твой продукт. И в целом, чем круче твоя команда, чем круче она растет, тем быстрее вы движетесь. Понимать себя, понимать людей. Да. Понимать себя, понимать людей и понимать мир, да, как говорится. Круто. Но до понимания мира еще не дошел. А вот сейчас как пришел к тому, что что-то про себя, кажется, узнал. Теперь давай попробуем узнать про других. Мне кажется, это хорошая мысль, чтобы зафиналиться. Сергей, спасибо тебе большое, что пришел, поделился своим опытом. Было очень интересно. Круто. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Паращенко мы разобрали его историю попадания в менеджмент продуктов. Попробовали понять, дает ли предпринимательский опыт преимущество. И обсудили, как изучение продуктовых методик и прокачивание досмотренности ускоряют профессиональный рост. Поговорили о том, почему менеджмент продуктов это сложно и не для всех. Почему важно уметь говорить нет и понимать, что никто на самом деле не знает, как нужно делать. И еще обсудили важность способности делать первый шаг и при этом иметь смелость перестать что-то делать. Специальный выпуск подготовлен вместе с онлайн-магистратурой Высшей школы экономики и нотологии. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был подкаст Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok